Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо, что вы пришли. Сегодня мы празднуем юбилей 100-летия моего отца Александра Галичева. К сожалению, я в больнице, и поэтому и рядом с Юрьевичем Санычем будет мой сын, актёр Московского театра Ермоловой, внук Александра Галича Павел Галич. Ещё раз спасибо! Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Беренного Горького. Так вот. Он... Да. Мосфильм. Мосфильм. Да. Спасибо. Так вот. Где было указано, что Александр, срочно вступайте вновь образованный в отдел объединения комедийных фильмов. Естественно, Александр Аркадьевич вступил. Вступил. После этого пригласили уже в союз-комитографистов, в союз писателей. И вот оно потихонечку так и началось. Весь его творческий путь. Также ставились и другие пьесы в театрах. Это были пьесы «По счастливой звездой», «Походные марши», о котором я говорил выше, или «За час до рассвета», и «Много ли человеку надо», и другие пьесы. Он начал активно работать в кинематографе. Писались сценарии для фильмов «В степи». В общем, еще много других разных фильмов. Знаете, мне хотелось бы еще упомянуть обязательно о том, что он писал сценарии не только для фильмов, но поскольку он был молодой, и как-то нужно было зарабатывать деньги, потому что надо было кормить и дочи, и вообще как-то они нужны. Он писал сценарии для мультфильмов, которые мало кто может быть видел, а кто-то может быть и видел. Мультфильмы были и «Русалочка» по его инсценировке, по сказке Ганса Христиана Андерсена, а также была сказка «Летающий пролетарий». Вот тут пришла моя очередь объявлять. Я приглашаю, правда, это не в связи, по-моему, с мультфильмами, а просто для продолжения дальнейшего рассказа. Приглашаю Аллу Гербер к микрофону. Спасибо, давайте. Алла Ефремовна сыграла свою историческую роль в развитии бардовского движения в нашей стране, потому что она первая ввела в общий обиход слово «бард». Она, правда, его еще подкрепила словом «министрель», но «министрель» не прижился, а «бард» остался и остался уже навсегда. Спасибо. Так, по-моему, можно. Добрый вечер. Слов нет, что вас так много. И грустно, и радостно одновременно. Это очень здорово. Сегодня мне звонили Стас, скажите, о Галиче. Звонили из других каналов радио. Скажите, о Галиче. Во всех газетах пишут о Галиче. Много вечеров в разных местах, посвященных Галичу. Как хорошо. А было время, когда не то, что там вечер, когда не то, что там статья, когда он выйти не мог ни на какую сцену. И слушали мы его в квартирах. Это были знаменитые квартирники, куда приходили так вот по секрету, кто-то рассказывал, говорил на изоповом языке, знаешь, вот завтра Сашка будет танцевать там-то и там-то. У меня самые какие-то запоминающиеся квартирники были в Дубне. Я часто ездила в Дубном с мамой и с моим сыном. И часто туда Александр Аркадьевич приезжал. Мы там очень подружились. В общем, он был необыкновенный. Слово «никакое», но он был действительно необыкновенный. Он был красив, невозможно, обаятен. Голос был такой, что силы не было. Каждая женщина хотела попасть ему на глаза, потому что он обязательно сказал бы ей что-нибудь очень приветливое, очень хорошее, очень радостное. Какой женщине это неприятно? А Галич, Галич это умел. Моя мама была очень красивая, мама не я. И он всегда маме говорит, «Фаня Яковлевна, вы королевы своим этим голосом». И там были квартирники у физиков, у одного физика очень часто. Там собирались не только наши, там были и поляки, и чехи. Это же дубна, там были дети разных народов. И, конечно, этого бедного физика стали таскать в КГБ, таскали-таскали, уволили с работы. Физик потом по этой причине, по комплексу ненависти, которая была больной ненавистью к тому, что происходит, он потом покончил с собой. Когда Галич пел, я думаю, я вот сейчас об этом думаю, это был какой-то... Он ни к чему нас не призывал, не взывал, не говорил, так, вперед, ребята, нет. И тем не менее, мы же все жили с этим вот состоянием, что мы молчанники, что выйдешь на площадь, сможешь выйти на площадь, захочешь выйти на площадь. Это были его заветы, это были его заповеди. Он говорил об этом тихо, тихо. Это не был какой-нибудь солдат на коне впереди. Но голосов был очень трагический. Но он был при этом замечательным юмором. Не могу не рассказать вам одну такую смешную, может быть, историю. Он часто приходил на студию Горько, где, по-моему, извините, у него был роман с одной художницей. А художница была вечно занятой, поэтому он звал меня, и мы по дворику... У меня с ним романа не было, хотя, честно говоря, очень хотелось за него влюбиться. Мы гуляли по этому дворику и говорили, говорили, а он, я узнала, крестился. Поймите меня сейчас только правильно. А я такая всё-таки атеистка, и мне казалось, что крещение – это как партбилет. Надо обязательно получить вот это обязательство, что ты теперь... Я ему говорю, Александр Аркадьевич, я, конечно, понимаю, я, конечно, нехорошо, это всё, что я сейчас скажу. И всё-таки объясните мне, ну, почему надо было креститься? Ну, поверили, слава Богу, я только рада за вас и грущу по своему поводу, что вот нет этого во мне. Но он же был шутник, он посмотрел на меня и своим голосом, простите, я постараюсь его вспомнить, Аллочка, ну, как вы не понимаете, я актёр. Это было совершенно незабываемо, это было просто незабываемо. Когда... Когда однажды я впервые... Две вещи ещё хочу сказать, очень важные для меня. Когда он пел «Облака», когда я впервые услышала, я почему-то поздно услышала эту песню начала 60-х, я её услышала почему-то позже, тоже на каком-то квартирнике. И когда он пел «Облака», я всегда, всегда вспоминала, как мы с мамой в 50-е, в начале 50-х шли через мост мытищик, такой страшный мост, а посылки папа в это время сидел в тайшистских особого режима лагеря, как агент Америки, предатель, а так он был скромный, хороший инженер. И мы несли эти ящики, ящики с этими посылками. И однажды один ящик развалился, и лимоны, лимоны, жёлтые лимоны попадали вниз, на вот этот чёрный какой-то снег внизу. И когда Галич пел, что я цыплёнка ем табака, и я коньячку принял 200 грамм, почему-то я всегда вспоминала эти лимоны, которых, может быть, не хватало к этому коньяку. И второе, что мне кажется очень важным для меня, простите, у нас такой вечер. Я, у меня бабушка погибла в Одесском гетто, мои племяннички, мои тётушки, брат моей бабушки, дорогой Киевский, ушёл в Баби Яру своей красавицей женой, двумя дочками. И тем не менее, я была журналистом, кинокритиком, кем хотите. Холокост был для меня далёк, ни смота, ни на что. Но когда я услышала Кадыш, когда я услышала Кадыш, это было на всю жизнь. Вы знаете, я никогда не забуду этот квартирник. Я уже не помню, у кого это было, но была тесная кухня, чат на кухне, как Галич пел. Все курили, все плакали, все пили. А когда он спел Кадыш, было такое молчание, такое молчание, о котором может мечтать каждый, об этом молчании. Его заповеди мы с ними. Я не знаю, выйдем ли мы на площадь, но когда в начале 90-х выходили, да, это он нам говорил, выйдем на площадь. И когда мы не молчали, это он нам говорил. Что с нами будет дальше, я не знаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас перед вами выступят столичные артисты. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока я не махну рукой, занавес не поднимайтесь. Хватит, но распоряжался. Пока я не могу. Тихо, тихо, у меня есть одно предложение. А по моему выходу у нас только один. А по моему выходу попасть в тюрьму, самознат. Ну, виноват. Ну, и к черту. Я вам сказал. Я думал, он руку. Все будет в порядке. Сигнал будет мой взмахнут. Дело принимает серьезный оборот. Вы слушайте меня. Я вот что предлагаю. Во-первых, извиниться, это раз. Во-вторых, я вот выйду и расскажу о перспективах животноводства в свете решения последнего плюна. Очень хорошо. Ты о хирургии. А я об архитектуре новых городов. Я предлагаю, будет очень интересно. Необычайно. Люди пришли на концерт и попали в лекторию. Я думаю, что после этого нас вынесут на руках до ближайшего колодца. И он еще критикует. Я его убью. У меня тронут. Я кляну. Народа. Народа. Так не митили. Все, начинай. Дед, дед, дед. Я волнуюсь. Давай ты. Вася, ты самый красивый. Давай. Сам завалил. Кажу сам расхлебывай. Я не могу. Я ухожу. Поздно. Слово имеет профессор Чижов. Товарищи. Товарищи. Друзья, позвольте нас от имени... Позвольте вас от имени... Позвольте поздравить вас с вашими производственными достижениями. Нам нужно выяснить одно досадное недоразумение. Дело в том, что мы совсем не те, за кого вы нас принимаете. Вот я, например, хирург. Нет, совершенно серьезно, товарищи. Хирург. Александр Федорович животновод. Ну, что ж смешного? Ну, животновод. А Василий Васильевич академический орген. Академик архитектуры. Позвольте, поехали отдыхать. Товарищи, будем говорить серьезно. Я действительно академик архитектуры. Я, говорит, архитектор. А бывает так, что пожарники представляют. Я не понимаю, что здесь смешного, товарищи. Вообще, мы хотим понять, что вы, ну, ждете от нас. Петер! Петер! Каким песен? Лодочку! Что? Лодочку! Давай, Куканина! Куканина! Давай, Кабанеру! 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 Куда? 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 Мы удалились! Куда? 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 Натворил. Ну, что натворил? Натворил, а делать-то что? А кто знает, что делать? Что это? Персональная просьба. Спойте. А товарищи, речники поддержат. Надежда! На! Что мне здесь? Пой! Пой! Что, Пой? ня... Это вам! Ну что, лично сделать? Да-да-де... Сочтёмся. Ну, для вас же хуже, товарищи, Мы вам расскажем, как мы засели, Как мы однажды сели на мели. Плыли, плыли, вдруг остановка, Скажем прямо, очень неловко. Хуже на свете нет положения, Чем человеку сесть без движения. Ух ты, ух ты, служба и жира, Ух ты, ух ты, ждать нам мусира. С этого места, как говорится, Верни подняться, в листья спуститься. Ух ты, ух ты, бегут на браке, Ух ты, ух ты, велика, велика, велика. Рыбы на грани, веселой елка, Рыбы на грани, гробный швейка. Ух ты, ух ты, умр money, гробный швейка. Рыбу на грани, гробный швейка. От да я, от да я. Если придётся плыть вам по свету, Не забывайте песенку эту. Канам веле, двигаясь цели, Надо обсуду видеть все мели. Канам веле! Ужасно хочется дальше посмотреть Это дома Как сразу вспомнили Ксень Черков, Меркуриев Борисов Конечно, Борисов Ну все узнали, многие узнали Этот фильм, это, конечно же, верные друзья Это один из первых сценариев Который был написан в соавторстве С Константином Исаевым, верно Я должен сказать, что Этот фильм получил когда-то хрустальный глобус Даже признание В 54-м году в Карловых Варах Ну все узнали артисты Которые заняты в этом фильме И это блистательная, хорошая Музыкальная комедия, с которой началось Творчество Александра Качева в кино Можно сказать так Итак, хорошо, следующий фильм О котором бы мне хотелось сказать Это фильм На семи ветрах Который вышел в прокат в 62-м году В основе сюжета Этого фильма была заложена Реальная история Общий знакомый Галича И режиссера этого фильма Станислава Ростоцкого В которую, как говорят Они были оба влюблены Во время съемок на съемочной площадке Было много людей в форме Потому что боялись, что фильм Может пойти куда-то не туда Поэтому много было людей в форме Но, как видите, фильм вышел Как вы видели этот фильм Он вышел, и он был очень удачным Успешным Я предлагаю посмотреть Маленькие фрагменты Из этого фильма Будьте добры Дайте пленочку Это, да Это был конструктор Леонид Быков Маленькие фрагменты Слава, спой Слава, спой Слава, ну спой Слава, ну спой Спой, Вячеслав Павлович Маленькие фрагменты Только развеков пути не поешь Ты, муж, прости Где-то сквозь снег Песни и смех Здесь лишь гудит Новогодняя вьюга В милом краю В тех, кто бою Вспомни и тихо Пой про себя Песню Песню Вспомни и тихо Попой про себя Песню Песню Смотрите-ка Я сегодня только впервые Узнал, что это тоже Песня Галича Поразительный Композир Кирилл Молчанов Я эту песню тоже пел В молодости Но я не знал, что это Песня Галича тоже Смотрите Несколько песен Галича Мы услышали Протрубили трубачи тревогу Потом Вот Из верных друзей Сразу, конечно Мы все вспомнили Плыла, качалась лодочка Из тех же Верных друзей И вот теперь Это На семи ветрах Это тоже знаменитая Песня Галича Но это Песни Драматурга Галича Для фильмов И так далее А то, что было сказано Песня Галича Как жанр Началась Несколько позже Из чего она началась Расскажет вам Максим Кривошеев И одновременно Эту песню Продемонстрировали АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Весна 62-го года Александр Аркадьевич Погружен В работу Над сценарием Кинофильма К кинофильму Государственный преступник Рассказывающим О том Как Органы КГБ В мирное время Выявляют Военного преступника И наказывают И вот По делам Кинофильма Он отправляется В Ленинград На студию Ленфильм А заодно И отметит День рождения Своего друга И коллеги По фильму Лауреата Сталинской премии Писателя И тоже Кинодраматурга Юрия Германа Который на этом Фильме Редактором И вот Галич Отправляясь В Ленинград Ночью Стоя В тамбуре Ночной красной стрелы И покуривая Решает подарить На день рождения Песенку Своему другу И коллеге И таким образом Рождается первая песенка Леночка С этого момента И начинается Раздвоение Александра Аркаевича С этого момента Он продолжает быть Официальным Кинодраматургом И начинает быть Автором Неофициальных Песен Это раздвоение Длится Аж 9 лет В 65 Году Он И Киногруппа В которую он Входил Снявшая Кинофильм Государственный Преступник Будет получать Премию КГБ И когда Сам Семичастный Председатель КГБ Будет Вручать Премию Александру Аркаевичу Он его спросит Они Вы ли Являетесь Автором Тех Самых Известных Антисоветских Песенок Галич ему Ответит Да Это я Автор этих Песенок Но я Их не считаю Антисоветскими Ну Мы разберемся Ответил Семичастный Вот А поскольку Вот тогда Весной 62 года В поезде Галич еще Только начинал Так сказать Раздваиваться И уходить Так сказать От своего От Официоза Драматургического Советского То еще В этой песне Сильны традиции Того кинематографа Еще Эта песня Написана По законам Со всеми Штампами И мотивами Того кинематографа Комедийного Музыкального Это выражено И в раешнике Которым песня написана И в кадрильной Музыке С припевом Которая явно Имеет отсыл К карнавальной ночи Помните Там Ах Таня Таня Танечка Неси Скоребет И так далее И самое главное Это конечно Сюжет Это история Советской Золушки Апрельской Ночью Леночка Стояла На посту Останкинская Девочка Стояла На посту Прекрасная И гордая Заметно За версту У выезда Из города Стояла На посту Татадари Татадари Стояла На посту Судьба Милиционерская Ругайся Цельный день Хоть скромная Хоть дерзкая Ругайся Цельный день Гулять Гулять бы Ей с подругами Да нюхать Бы сирень А надо С шефирюгами Ругаться Цельный день Татадари Татадари Ругаться Цельный день И так Из шефирюгами Огни А ручка С шефирюгами 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 Ш шефирюгами Ш шефирюгами С шефирюгами С шефирюгами И по этой песне Уже видно Как эта песня Все-таки далеко Отходит От Таня Таня Танечка Из карнавальной ночи С ней случай Помните Таня Таня Танечка С ней случай Был такой Служил наш Танечка Столовая Тоже история О тогдашней золотке Но здесь Здесь Шахиня Уже Шахиня Почему Л Наверное Е Леночка Елена Ну Так Леночка Все же осталось Леночка Хорошо Одной еще Из первых песен Была также Песня О малярах И стопняке И теории Относительности В которой Есть слова И рубают Финики Лопари А в Сахаре Снегу Не в проворот Это гады Физики На пари Раскрутили Шарик Наоборот Почему Я вам Упомянул об этом Есть интересная История Которая Александр Вспоминает Когда Однажды Оказавшись У Корнея Ивановича Чуйковского Известного советского писателя В гостях На даче Куда его Собственно И пригласили Он выступал И взял гитару И конечно же Начал петь Рядом с ним Сидел какой-то Чрезвычайно Замшалого вида Пожилой человек В галстуке Надетым На ковбойку И С вывернутым Воротником Галич Галич спел Свои Свои песни Вот с песню Про физиков А человек У него Собственно И спросил Скажите А как родилась У вас Эта песня У вас Видимо Была какая-то Физическая идея О возможности Контрвращения Земли Или Вы Это так Ненароком Молвились Александр Конечно Это как-то Немножко смутил Он посмотрел На этого Господина Подумал Дурачок Какой-то Позже Александр Аркадьевич Уже Когда все Отпел И они пошли Выпивать Закусывать Банкет Или что там Было Накрыто На столе Чуковский Собственно И представил Александра Аркадьевича Вот этого Господина Вот познакомьтесь Это Петр Леонидович Капица Вот такой Вот забавный Случай Произошел С Александром Аркадьевичем И с Леонидом С Петром Леонидовичем Капицей Вот так Произошло Их знакомство А позже Возникла Собственно Говоря И дружба Между ними Между ними И в дальнейшем И дружба С Ландал И с его женой Корой А самое удивительное Знаете что Через несколько лет Уже когда они Подружились Стали общаться Раздался Звонок Александру Аркадьевичу Это звонил Ассистент Петра Леонидовича Капица Который Сказал Вы знаете Петр Леонидович Просил вам передать Что в Сахаре Выпал снег Это в довершении Этой истории Ну и Вот такая забавная История Произошла с ним Мне хотелось бы Чтобы вы ее услышали Поэтому Мне хотелось бы Пригласить Максима Кривошеева Которого вы только что Уже слышали С еще одной песней Да Максим конечно Исправит Небольшую ошибку Павла Который Ирубает Филиппи Лопари 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 Ну там сама песня Выправит Все От слова Лопать Лопать Конечно Лопать Что бы еще хотелось Добавить К этим словам Что 60-е годы Это время Необычайного увлечения Буквально всем советским народом Разного рода науками Главным образом техническими Математикой и физикой Вот сидящий здесь Мэтр Юльчер Саныч Сам был воспитателем В этом инкубаторе Юных математиков и физиков В 18-м интернате Так что это время физиков Которые спорили с лириками Кажется, побеждали Чувствуем с напарником Нойну Ноги прямо ватные Все в дыму Чувствуем Нуждаемся в отдыхе Что-то нехорошее В воздухе Взяли Жигулевского И Дубника Третьим пригласили И Стопника Приняли Добавили Еще раза Тот нам истопник И открыл глаза На ужасную историю Про Москву И про Париж Как наши физики Проспорили Ихным физикам Пари Ихным физикам Пари Все теперь на шарике В крифе В скотч Шиворот На выворот И на бекрень И то, что с вами думаем День, то ночь А что мы с вами думаем Ночь, то день И рубают Финники Лопари А в Сахаре Снегу Не в проворот Это гады Физики На пари Раскрутили шарик Наоборот И там, где север был Там тропики А где Нью-Йорк На хичевань А что мы люди А не бобики Им на это Начихать Им на это Начихать Рассказал нам Все это Истопник Вижу, мой товарищ Ну, прямо сник Раз такое дело Гори огнем Больше мы малярвичить Не пойдем Всяли в поликлинике Бюли день Нам башку работаю Не морочь И что ж тут за работа Если ночью день А потом обратно Не день И ночь И при всей квалификации Тут возможен Перекос Это все ж таки Радиация А не просто Купорос А не просто Купорос Пятую неделю Я хожу больной Пятую неделю Я не сплю с женой Тоже и напарник мой Плачется Дескать, он Отравленный начисто И лечусь Столичною Лично я Чтобы мне С ума не стронуться И стопник Сказал, что Столичная Очень хороша От стронция И то я верю А то не верится Что минует Да, беда А шарик Вертится И вертится И все время Не туда И все время Не туда Максим Максим, не уходите Вы сейчас будете продолжать Я по слову только скажу Вот Эта самая Последняя фраза Шарик верится Все время Не туда Касается И самого Галича Потому что Начиная с Леночки И вот дальше И дальше И дальше И все его песни Поехали Не туда Не туда И сейчас Вы в этом убедитесь Потому что Сейчас Последует серия Такого рода Не туда И Максим Сейчас представит Следующий Позвольте Я еще два слова Буквально вставлю Я хотел бы сказать О том Что Персонаж О котором будет Петь Максим И последующие Исполнители Это Не Это Не выдуманный Персонаж Как многие думают Это Реальный персонаж Это был муж Один из профсоюзных Да Ну хорошо Про это вам Как раз сейчас И расскажет Максим Я буду петь Я так понял Красный треугольник Нет Я про Клим Петровича А про Клим Петровича Конечно Да 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 Клим Петрович Клим Петрович История о том Как Клим Петрович Мастер цеха Герой труда Кавалер многих орденов Депутат горсовета Почетный гражданин Выступал за то Чтобы добивался Чтобы его цеху Присвоили звание Цеха коммунистического труда Все смеются на бюро Ты ж как Витязь И жил площадь И получка по-царски Ну а я Ну извините Подвиньтесь Я ж за правду хлопочу Не за цацки Как хотите На доске На бумаге Цельным цехом отмечайте Не лично Мы ж работаем На весь наш соцлагерь Мы ж продукцию даем На отлично И совсем не говорю Не до смеху Это чье же говорю Указание Чтоб Такому Выдающему цеху Не присваивать Почетного звания А мне говорят Все друзья говорят И Фрол И Пахомов С Тонькою Никак говорят Нельзя говорят Уж больно Тут дело Тут дело Тонкое А я говорю Матком Говорю Пойду Говорю Вопком Говорю А в обкоме Мы же в счет Восьмидесятого года Выдаем свою продукцию Людям А мне говорят А мне говорят Чего говорят Орешь как пастух На выпасе Давай говорят Сиди говорят Молчи говорят И не рыпайся А я говорю В тоске говорю Продолжим наш спор В Москве говорю Проживаюсь я в Москве Как собака Отсылает референт К референту Ты и прав Мне говорят Но однако Не подходит Это дело К моменту Ну вдруг Вздумается Вашему цеху Скажем Встать на юбилейную вахту Представляешь сам Какую оценку Би-би-си дадут Подобному факту И опять Про ордена Прожил площадь А прощаясь Говорят На прощание Было б в мире Положение попроще Мы б охотно Вам присвоили звание А так Говорят Ты прав Говорят И продукция Ваша лучшая Но Все же говорят Не драп Говорят А проволока Колючая А я говорю Отбой Говорю Пойду Говорю В запой Говорю И запил Спасибо Еще 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 Следующего Исполнителя Мне бы хотелось Вам представить Который продолжит Цикл Песен Клима Петровича Коломейцева Это Если я не ошибаюсь Это Алексей Кайдалов Исполнитель Бардовских Песен Он Исполнит Вам Песню В защиту В защиту Мира В качестве Но Мы позже Об этом поговорим Когда будем Говорить О генеральной Репетиции Запутались У нас Провода Я вижу Ничего страшного Максим Куда-то Максим Не унес С собой Я думаю Штекер Не может Штекер Не может Вроде Вроде Нашли Ага Итак Алексей Кайдалов В защиту Мира О том Как Клим Петрович Выступал На митинге В защиту Мира У жены Мои Спросите У Даши У сестры Ее Спросите О Клавке Но ни капельки Я не был Поддавши Ну Разве Только что Маленько Из поправки Я культурно Проводил Воскресенье Я помылся Поварился В банке А к обеду Как сошлась Моя семья Начались У нас Подначки Давайки Вот только Принял я Грамм Сто Для почина Но не более Чем сто Чтоб я Помер Вижу К дому Подъезжает Машина И гляжу На ней Обком Павловский номер Ну я На крылечко Ну что за гость Кого привезли Не чехали А там порученец Чернильный гвоздь Седая Говорит Поехали Но если Зовут меня То майна Вера В ДК Идет за утрення В защиту мира И первый там И прочее Из области Вот сажусь Вот моргает Вдовая Закончить Вроде в зале Ни с мешочков Ни вою Первый Тоже Вижу А рожа Не корчит А кивает Мне Своей Головою И как Вдарил я Голом Бомбав Разом Слава Богу Ты всегда Все И тоже А как Кончил Все Захлопали Разом Первый Тоже Лично Сдвинул Ладоши А Посля Завел Свою Вотчину И сказал При всем Окружении Хорошо Ты им Дал По-рабочему Очень Верно Осветил Положение Спасибо большое Мы продолжаем Все-таки Цикл Шуточных Песен Александра Аркадьевича С Коломийцевым И приглашаем На сцену Ладу Негруль Актрису Режиссера И исполнительницу Песен С песней Плачь Дарья Коломийцева Давайте послушаем Плачь Дарья Коломийцева По поводу Запоя Ее мужа Клима Петрович Вот Иди сюда Важнейший Нюанс Ой Доля Моя Жалкая Родиться Бы Слепой Такая Лето Жаркое А он Пошел Запой Вернусь Я Из Магазина А он Уже Блажной Поет Простень Куразина С персидскою Княжной А жар Ну прям Доминой Ну прям Градом Пот А он Дурак Недойный Сидит И водку Пьет Ну думаю Я думаю Болит От мыслей Грудь Не будь Не будь Ты Дарья Дураю Придумай Что-нибудь То Охаю То Ахаю Спокою Нет Как Нет И вот Пошла Я К Знахарю И Знахарь Дал Совет И в день Воскресный В утречко Я тот Совет Творю Вплываю Словно Уточкой Климу Говорю Вставай Любезный Суженый У ваш Свой родный Дом Вставай Давай Поужинай Поправься Перед сном А что Ему До времени Ему Б нутро Мочить Он Белый Свет От темени Не может Отличить А я Его Как милочка Под ручки Под усцы А на столе Бутылочка Грибочки Огурцы Ой Яблочки Моченые Сапомовской Икрой Стаканчики Граненые С хрустальной Игрой И ножички И вилочки Гуляйте Красив Но только В той Бутылочке Не водка Каросин Ну Вынула я Пробочку Поправься Атаман Себе для вида Стопочку Ему Большой Стакан Давай Поправься Солнышко Давай Залей Костер Он Выпил Все До Донышка И только Нос Утер Грибочек Пальцем Выловил Завел Туман На взгляд Жевал Грибок И Вымолвил Нет Не Не Люблю Маслят Ну Вот такие Вот шуточные Песни Появились у Александра Акадьевича В блоге Про Клим Петрович Коломейцев Но мне хотелось бы Перейти немножко дальше Потому что наряду С шуточными Конечно Песнями Стали появляться И серьезные Песни Начали они Связаны Это с тем Что начали Возвращаться Люди из лагерей И Судьба Александра Акадьевича Свела С Варламом Тихоновичем Шаламовым Это был замечательный Автор Замечательный Человек Очень сложным И очень непростой После общения С ним У Александра Акадьевича Начался совершенно Другой цикл Песен Это были Облака Это была И ошибка И в дальнейшем Это был Сталинский Цикл Вы знаете Я также не могу Не упомянуть О Фриде Абрамовне Вигдоровой Замечательной Писательнице Записавшей Весь процесс Когда Над Бродским В записках Своих И его Знакомство С ней Оно собственно И привело Его к тому Что он Однажды Она ему Сказала Саша Вы должны Заниматься Только этим Ей как раз И была Когда-то посвящена Песня Уходят 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 Друзья Одни В никуда А другие В князья Юрий Чурсанович Да Да И эта тема Тема Людей Которые Возвращаются Оттуда Впоследствии Это было Названо Лагерной Темой Она Понятно Что она Возникла И в прозе И возник И возникло Имя Служеницына А потом И не только Его В нашей Прозе И эта тема Проникла В нашу Песню В первую очередь Через Галича И сейчас Володя Бережков Который Лично Был С Галичем Знаком И Оба Слушали Друг друга С большим Вниманием Вам Эта Песня Наш поэт Нашел Нашел Стоять Облака Плывут Облака Не спеша Плывут Как в кино А я цыпленка ем Табака Я конечку Принял Полкило Облака Плывут В Абакан Не спеша Плывут Облака Им тепло Небось Абакан Я продрог Насквозь На века Я подковы Вмерз В самый след В лед Что я кайлом Ковырял Ведь не даром я Двадцать лет Протрубил по тем Лагерям До сих пор До сих пор В глазах Снегонаст До сих пор В ушах Шмона Гам Так подайте ж мне Ананас И конечку еще Двести грамм Облака плывут Облака В милый край Плывут В Колыму И ненужен им Адвокат Им амнистия Ни к чему Я и сам живу Первый сорт Двадцать лет Как день Разменял Я в пивной сижу Словно лорд И даже зубы есть У меня Облака плывут На восход Им не пенсии Ни хлопот А мне Четвертого Перевод И двадцать третьего Перевод И по этим дням Как и я Пол страны сидит В кабаках И нашей памятью В те края Облака плывут Облака И нашей памятью В те края Облака плывут Облака Спасибо Новогодняя фантасмагория В новогодний бедлам Как в обрыв На крутом вираже Все еще только входит А свечи погасли уже И лежит в сельдерее Убитый злодейским ножом Поросенок С бумажной розой Покойник Пижон А полковник Пижон Что того поросенка Принес Открывает боржом И целует Хозяйку В засос Он совсем Раздустался Подлец Он отбился От рук И следят За полковником Три Кандидата Наук А хозяйка Мила А хозяйка Чертовски Мила И опять За столом Как положено Куча Мала Кто-то ест Кто-то пьет Кто-то ждет Что ему Подбегнут И полковник Надрался Как маршал За десять минут За десять минут На его головой Произносят За здравную речь И суют мне гитару Чтоб общество Песней Развлечь Ну помилуйте Братцы Какие-то песни Пока Не допили Еще Не доели Цыплят Табака Вон полковник Желает Исполнить Романс Журавли Но его Кандидаты Куда-то Поспать Увели И опять Кто-то ест Кто-то пьет Кто-то плачет Да взрыт Что за праздник Без песни Мне мрачный Сосед Говорит Я хотел бы Товарищ От имени Всех Попросить Не могли Б вы Товарищ Нам что-нибудь Изобразить И тогда Я улягу С на стол На торжественный Топ И бумажную Розу Засуну В оскаленный Рот И подчерк Да напутственный Возглас В дыму И в жаре Поплыву Потиху Потону В поросячьем Жаре Это будет смешно Это вызовет Хохот Да слез И хозяйка Лиздет Меня в лоб Как Признательный Пес А полковник Проспавшись Возьмется Опять За свое И отрезав Мне Ногу Протянет Хозяйки Ее А за окнами Снег А за окнами Белый Мороз Там Бредет Одинокая Детей Мимо белых Берез Мимо белых Берез И по белому Снегу И прочь В петроградскую Ночь Прямо в давнюю Зимнюю ночь В ночь Когда По скрипучему Снегу В трескучий Мороз Не пришел А ушел Мы потом Это поняли Белый Христос И поземка Следы Заметая Мила И мила А хозяйка Мила А хозяйка Чертовски Мила Зазвонил Телефон И хозяйка Махнул Рукой Погодите Не ешьте Оставьте Кусочек Другой И уже в телефон Отгоняя Ладошкою Дым Приезжайте Скорей А не то Мы его Доедим И опять Все смеются 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 До слез А за окнами Снег А за окнами Белый Мороз Там Бредет Моя Белая Тень Мимо Белых Берез А за окнами Сейчас я пару слов Перед следующей песней Не знаю Спасибо Спасибо Да 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 это После такой песни Надо дух перевести Следующая песня Которая сейчас Прозвучит Особенно Ценится У меня в семье Потому что Матушка моя Отбывала Свой Срок Тоже в Казахстане Правда Не в Караганде О которой Пойдет сейчас речь А В лагере Который носил Название Интересно Алжир Это была Официальная Аббревиатура Которая Расшифровывается Так Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины Там немало Сидело Славных Женщин И И поэтому Поскольку Караганда И Долинка Это все Были Знаковые Знаковые Имена Огромного Казахстанского ГУЛАГа Поэтому Эта песня У нас дома Особенно Чтима Итак Караганда Исполняет Ладанья ГУЛАГа АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Постелилась я И в печь уголек Накрошила огурцов И мясца А он явился Ноги вынул И лег У мадаму ее Месяца А он и рад Там сучок Он и рад Скушал Водочки И в сон Набавал А там В России Где-то есть Ленинград А в Ленинграде Обводный канал А там Мамонька Жила С папонькой Называли меня Лапонькой Не считали меня Лишнюю Да им дали Обоим Высшую Ой, Караганда Ты, Караганда Ты угольком Даешь На Гараганда Дал двадцать лет Дал тридцать лет А что с чужим Живу Так своего Та нет Караганда А он сучок Из гулевых Шоферов Он колымщик И барыга И жмот Он на Торговской Дает Будь здоров Где зарубя Где какую Прижмет Подвозил он меня Раз в гастроном Даже слова Не сказал Как полез Я бы в крик Да на стекле Ветровом Он картиночку Привесил Под лед А на картиночке Площадь садика А перед ней Камень с медным всадником А тридцать лет назад Я с мамой В том саду Ой, не могу, брата А то я выйти пойду Ой, караганда Ты, караганда Ты мать и мачеха Для кого, когда А для меня Всех пылатом Совсегда нежна Что я самой Себе стал Не нужна Караганда Он проснулся Закурил беломор Взял пинжа Где у него кошелек И прошлепал Босиком в калидор А вернулся И обратно залег Он сопит А я сижу в огнях Режу меленько На водку лучок А ведь все-таки Он жалеет меня Все-таки ходит Все-таки дышит Сучок А избей, проспись Ты мое золото А слезы Что же от слез Хлеб не солится А что мадам Его крутит мордую Так мне плевать На то я не гордая Ой, Караганда Ты Караганда Коли тут горда Так и на коль годна Хлеб насущный наш Дай нам Божий днесь А что в России есть Да кто не хуже здесь Караганда Что-то сон не идет Был да вышел весь А утром делать дел Прорву адскую Завтра нам на базу Сельдь должны завесть Говорили, что ленинградцу Я себе возьму И людям раздам Надо ж к празднику Подзаправиться А пяток сельдей Я пошлю мадам Пусть покушает Позабавится Ой, пусть покушает она Дура жалкая Пусть не думает она Что я жадная Это знать с лучка Глазом колется Голова на низ Что это клонится Ой, караганда Ты караганда Ты угольком даешь На гора года А на картиночке Площадь садика А перед ней камень Караганда Известная фраза Шекспира Весь мир театр И люди в нем актеры Еще имеет свою Свою истинность Непосредственно к биографии Гальча Как вы уже знаете Он театральный человек С ног до головы И по своей биографии тоже И знаком был с Станиславским С Арбузовым И Плучиком И так далее И так далее Более того Можно сказать Что все его песни Это тоже театр И в ней чувствуется мощная рука Драматурга Не только комедиографа Но и трагика тоже И эта традиция Или как бы Взмах крыло судьбы Коснулась его дальнейшее поколение Павел Галич актер Он служит в театре Ермоловой И конечно он знает песни своего деда И сейчас это знание продемонстрирует Аплодисменты Послесловие Которое написано в охмелю Иногда оно поется Иногда читается Тот-то радости Пустомелем Темноты своей Не стыжусь Не могу я быть Птолемеем Даже в Энгельсы Не гожусь Но от вечного бегства В мыли Не устройством Земным томим Вижу что-то неладно В мире Хорошо бы заняться им Только век Меня держит цепко Сходу гасит Любой порыв И от горести Нет рецепта Все что были Сданы в архив И все-таки я Рискуя Такую прослыть Шутом Дураком Бояться И ночью И днем Твержу об одном Не надо Люди бояться Не бойтесь Хулы Не бойтесь Хвалы Не бойтесь Пекла И ада А бойтесь Единственно Только того Кто скажет Я знаю Как надо Кто скажет Идите люди За мной Я вас Научу Как надо И рассыпавшись Мелким бесом И поклявшись Вам всем В любви Он пройдет По стране Железом И потопит Ее в крови И такие Наврет он В раке И такой Сочинит рассказ Что не раз Тот Рассказ В бараке Вы помянете В горький час Слезы крови Не солонея Доровой товар Доровой Прет история Соломея С Ивановой Головой Земля Зла И вода Смола И некуда Вроде Податься Неисповедимы Дороги Зла Но не надо Люди Бояться Не бойтесь Сумы Не бойтесь Тюрьмы Не бойтесь Пекла И ада А бойтесь Единственно Только того Кто скажет Я знаю Как надо Кто скажет Идите Люди За мной Я вас Научу Как надо Подолкавшись В отделе винном Подойду К друзьям Алкашам При участии Половинным Побеседуем По душам Алкаши Наблюдают строго Чтоб ни капли Не пролилось Не встречали Смеются Бога Ей же Богу Не довелось Пусть пивнуха Не лучший Случай Рассуждать О добре И зле Но Видали мы Этот Лучший В белых Тапочках На столе Кому Сучок А кому Коньячок К начальству На кой Пояться А я Все твержу Им Как дурачок Но не надо Люди Бояться И это Бред Что Проезда Нет И нельзя Входить Без доклада А бояться Это надо Только Того Кто скажет Я знаю Как надо Не верьте Ему Гоните Его Он Врет Он Не знает Как Надо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас Вот это вот Давайте АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, дорогие друзья Мы продолжаем нашу программу Сегодняшнюю Значит Мы Должны Сейчас С Вами Поговорить Я должен Сказать Пару слов Если не ошибаюсь О третьей молодости Третья молодость, в двух словах, это затевался фильм во Франции, и первая бригада, которая туда выехала, была как раз Александром Аркадьевичем, это был совместный проект, до этого делались с Болгарией, с другими странами, а вот с Францией совместных проектов, связанных с кино, не было. Была только вот эта картина про третью молодость, это была история про Мариуса Петипа, ее снимал, если я не ошибаюсь, так, у меня это не указано, я, к сожалению, не помню, но ничего страшного, потому что, вы знаете, картина, к сожалению, была выпущена, но она прошла незаметно третьим планом, Но при этом Александр Аркадьевич не бросал, естественно, театр, театр он очень любил, и его дружба с ранних юных лет с Юрием Петровичем Любимовым была долгой, крепкой, и дружба эта вылилась в постановку, пьесы моего деда «А много ли человеку надо?», а дата как раз и была для Юрия Петровича дебютной, с нее он, можно сказать, начал свой творческий путь как режиссер, это как раз была пьеса Александра Аркадьевича. А сейчас давайте, внимание, пленочку, дайте нам, пожалуйста, внимание на экран. Многоуважаемый Юрий Петрович, дорогой мой Юра, мы с тобой начинали вместе, я очень этим горжусь, я горжусь даже тем, что мою ужасно плохую пьесу, просто невозможную плохую пьесу, ты поставил, это была твоя первая постановка самостоятельная, и она, честно говоря, тоже была не слишком удачная. Ну, в общем, с тех пор прошло довольно много лет, и я надеюсь, что мы и поумнели, и кое-чему научились. Во всяком случае, ты это доказал совершенно блистательно. Вот сегодня как раз в газете напечатано постановление партии правительства о повышении благосостояния, уровня благосостояния нашего народа. Там речь идет о уменьшении налогов, о прибавке к жалованию и так далее. И речь идет также о пенсиях военнослужащим, получившим ранения и контузии. И вот я подумал, что, знаешь, вот если бы подсчитать те ранения и контузии, которые получил ты, и твои соратники, создававшие с тобой вместе вот этот новый театр на Даганке, то даже непонятно, какую инвалидность, группу инвалидности вам следовало бы дать, и какую пенсию вам назначить. Очень актуально, правда, на данный момент? Штаганка становится красною преснею, той, в которую лупят жандармские пули. Как стихи, география, поиск вне знаемом, вроде пишем одно, а читаем другое. Подымайся, Штаганка, курганом мамаевым. Выгибайся, бессмертною курской дугой. Подзмеемся над дурью и опекой неловкою. Будем делать спокойно, что совестью велено. Пусть таганка становится Невской дубровкою, Охраняющей подступы к городу Ленина. Пусть таганка становится Невской дубровкою, Охраняющей подступы к городу Ленина. И знаешь еще, что я хочу тебе сказать? Когда мы говорим о полувековом юбилее, о юбилее, над которым стоит цифра 50, то нам кажется, что это очень в общем много. Сегодня еще так нам кажется. И что юбилей с цифрой 50, это юбилей итогов. Но вот тебе 50 лет, и это, как выяснилось, еще очень мало. И все еще начинается. И все еще впереди. И в общем, это дает, черт возьми, некоторое основание для оптимизма. И хочется думать, что действительно все еще хорошее впереди. Я тебя очень поздравляю, дорогой мой. Я тебя очень люблю. Вот такое вот замечательное поздравление Юрия Петровича Любимова на 50-летие. Сегодня у нас, как вы знаете, 100-летие, Александр Аркадьевич. Что мне хотелось бы сказать дальше? Мне хотелось бы вам еще обязательно сказать про сценарий, который писался по одноименному роману Александра Грина «Бегучие по волнам». В этом фильме сам Александр Аркадьевич исполнял песню. Но, к сожалению, в дальнейшем, когда он уже был позже исключен из всех союзов, его везде повырезали, и фамилия его везде была вырезана. А песня осталась. Осталась в этом фильме. Поэтому я прошу внимания. Пленочку дайте. Стойте. Не надо. Не надо. Я прошу. Я не дам ее разрушить. Это же Фрези Грант. Это память. Это ваша память. Это символ надежды, ничты, веры. А ну, музыканты! Эй, что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Я вам очень признателен. Вы защищали Фрези. Дело в том, что я ее покойный отец. Да. Я капитан Александр Грант. Будете еще в наших краях, милости просим ко мне. Все наладится, образуется, так что незачем зря тревожиться. Все безумные образуются, все итоги непременно подытожатся. Были громы, гладь, были бедствия. Будут тишь, да гладь благоденствия. Ах, благоденствия. Все наладится, образуется, виноватые станут судьями. Что забудется, то забудется. Сказки сказками, будни-будними. Все наладится, образуется, никаких тревог не останется. И покуда не наказуется, безнаказанно и мирно будем стариться. Вот такой вот замечательный фильм был снят на этом сценарию. Ведущая, наверное, на паре. Пришла пора вспомнить знаменитый эпизод в жизни Александра Аркадьевича и его уступления 8 марта 1968 года в Новосибирском Академгородке на Бардовском фестивале. Этот Бардовский фестиваль был роковым для клуба под интегралом. И такой особенной вехой в жизни самого Александра Аркадьевича. Он принял в нем участие. Там было много бардовских звезд. И когда настала пора спеть гала-концерт, каждому давалось спеть 2 или 3 песни. И они спели их. И когда дошла очередь до Александра Аркадьевича, он спел в памяти Пастернака. Весь зал поднялся. Начальство вцепилось в кресло и усидело. Зато на следующий день оно поднялось. И начался невероятный скандал вокруг имени Галича. И с тех пор он уже на подмостках нигде не мог появиться. Началась его опал. Ну, вы знаете, в дополнение к Юрию Черсанычу, я думаю, что если мы уже сказали про песню, давайте посмотрим видеофрагмент, а потом я кое-что расскажу. Дайте, пожалуйста, Малёночку. Это единственное выступление... Разобрали линьки на веньки, На полчасика погрустнели, Как гордился мой современник, Что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабуки, И торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в галабуке, Ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские песни на поминки его поспели, Как гордился мой современник, Что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то засорак, Ровно семьдесят, возраст смертный, И не просто какой-то пасынок, Член Литонда, усопший смертный. Ах, осыпались, лапы ёлочи, Отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, Что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле. Во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет никакая не свеча, Горела люстра, очки на морде палача Сверкали шустро, а зал зевал, А зал скучал, мели, емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, Ни к высшей мере, И ни к терновому венцу, Колесованьем, А как поленом по лицу, Голосованием. И кто-то с пьяного прошал, За что кого-то, И кто-то жрал, И кто-то ржал, Над анекдотом, Мы не забудем этот смех, И эту скуку, Мы поименно вспомним всех. Кто поднял руку, Гул затих, Я вышел на подмостке, Прислонясь к дверному косяку, Вот и смолкли Клевета и споры, Словно взят У вечности от гул, А над гробом Стали мародеры, И несут Почетный Горан. Вот какую запись сделал мой дед После Новосибирска, После исполнения этой песни. После исполнения песни Памяти Пастернака Зал встал, И целое мгновение Молча стоял. Потом раздались аплодисменты. Будь же благословенно Это мгновение. Да, в судьбе Александра Кальча Концерт в Академгородке Имел важное значение, Потому что на нем он мог смело сказать о себе, О том, что он думает, о своих мыслях, о своих, то, что он чувствует, то, что происходит. Вы знаете, моя мама часто, когда выступала с концертами, связанными с памятью Александра Кальча, моего деда, Она говорила, что, к сожалению, никаких пленок не уцелело. Хотя снимали киностудии, и должна была быть пленка, но все пленки размыты. Вот, к счастью, есть такая пленка. Вам скажу, что есть еще пленки, которые появляются, и которых можно тоже будет посмотреть в документальных фильмах, или в хрониках, или поискать в интернете. Есть пленки, где зафиксирован Александр Кальча в разных исполнениях и с разными людьми. Что бы мне хотелось быть дальше? Дальше бы мне хотелось пригласить на эту сцену исследователя авторской песни и самоздата по профессии экскурсовода Григория Симакова, Который вам прочтет «Памяти живага». Здравствуйте. Стихотворение Александра Аркадьевича Галича, которое называется «Смерть юнкеров» или «Памяти доктора живага». У этого стихотворения есть эпиграф из Пушкина, из путешествия в Арзрум. Два вола, запряженные в арбу, Медленно поднимались на крутой склон. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я. «Из Тегерана». «Кого везете?» — «Грибоеда». Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови. И это уже не татары. Похуже мамая. Свои. В предчувствии гибели низкой Октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской Прорваться хотят юнкера. Не надо. Оставьте. Отставить. Мы загодя знаем итог. А снегу придется растаять И с кровью уплыть в водосток. Но катится снова и снова. Ура! Сквозь глухую пальбу. И челка московского сноба Под выстрелы пляшет на лбу. Из окон ворот подворотен. Глядит, притаясь, дребедень. А суть мы потом наворотим. И тень наведем на плетень. И станет далекое близким. И кровь притворится водой. Когда поимским и грузинским Покой обернется бедой. И станет преступное дерзким. И будет обидно, хоть плачь, Когда протрусит камергерским. В испарине страха лихач Свернет на Тверскую к страстному. Трясясь, матерясь и дрожа. И это положат в основу Рассказа о днях мятежа. А ты, да без памятства рада, У Иверской купишь цветы. Сидельцев охотного ряда Поздравишь с победою ты. Ты скажешь, пахнула озоном, Трудящимся дали права. И город малиновым звоном Ответит на эти слова. О, Боже мой! Боже мой! Боже! Кто выдумал эту игру? И снова погода, похоже, Испортится хочет к утру. В предвестии всевышнего гнева Посыплется с неба крупа. У церкви Бориса и Глеба Сойдется в молчанье толпа. И тут ты заплачешь, И даже пригнешься от боли тупой. А кто-то нахальный и ражей Взмахнет картузом над толпой. Нахальный, воинственный, ражей Пойдет баламутить народ. Повозки с кровавой поклажей Скрипят у лукицких ворот. Так вот она, ваша победа, Заря долгожданного дня. Кого там везут? Грибоеда. Кого отпевают? Меня. Спасибо. Спасибо вам большое. Знаете, мне хотелось бы еще сказать пару слов о Новосибирске, потому что это очень важный момент в жизни Александра Аркадьевича. Александр Аркадьевич исполнил там несколько песен, в том числе памяти Борисея Ильича Пастернака, фрагмент, который вы видели. Но еще была песня «Ошибка». Юрий Кукин, который тоже был на этом фестивале, вот как вспоминал случай, который произошел с Александром Аркадьевичем на этом фестивале. Дело в том, что когда Александр Аркадьевич исполнял ошибку, мы похоронены где-то под Нарвой. В конце исполнения песни, а именно на словах, там по Пороши гуляет охота, трубят, бах, егеря. В этот момент в зрительном зале лопнул софит. И осколки посыпались на публику. Так вот, Кукин, когда они вместе уже шли с ним, с концертом, с дедом, обратился к деду и спросил. «Александр Аркадьевич, вы знаете, мне показалось, что вас стреляли». На что Галич ответил с юмором. «А мне показалось, что первый секретарь покончил с собой». Вот такая замечательная история произошла с дедом и с Юрием Кукиным. А песню «Ошибку» вам сейчас исполнит Максим Кривошеев. Тот же 1962 год. Продолжается работа над сценарием кинофильма «Государственный преступник». И кто-то рассказывает Александру Аркадьевичу историю о королевской охоте Никиты Сергеевича Хрущева. В 1962 году к нам приезжал брат кубинского лидера Фиделя Кастро, Рауль Кастро. И в честь визита высокого гостя была устроена королевская охота. И устроена она была на местах недавних тяжелых боев Великой Отечественной войны. И это сейчас за давностью лет война далеко кажется. Мы не с такой остротой воспринимаем это обстоятельство. Тогда до войны-то 17 лет рукой подать. И как-то это обстоятельство все-таки высокий гость эмоционально переживал. И поэтому, когда настал момент для королевского выстрела по королевскому оленю, он решил не стрелять. А Никита Сергеевич все-таки выстрелил. Александр Аркевич не знал, где именно это все случилось. И поэтому он придумал просто где-то под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, Под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, Попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно. И общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка, Побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка Померзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, Только однажды мы слышим, как будто Вновь трубы трубят Что ж, подымайтесь, такие сякие, Такие сякие. Что ж, подымайтесь, такие сякие, Ведь кровь не вода Если зовет своих мертвых Россия Россия, Россия Если зовет своих мертвых Россия Так значит беда Вот мы и встали в крестах да в нашивках В нашивках, в нашивках Вот мы и встали в крестах да в нашивках В снежном дыму Смотрим и видим, что вышла ошибка Ошибка, ошибка Смотрим и видим, что вышла ошибка И мы ни к чему Где полегла в сорок третьем пехота Пехота, пехота Где полегла в сорок третьем пехота Бестолку зазря Там по пороше гуляет охота Охота, охота Там по пороше гуляет охота Трубят ягеря У нас замечательный сюрприз У нас гостья и как раз из Новосибирского Академгородка Настя Безносова Ей есть что сказать Здравствуйте, дорогие друзья Я только что приехала Это автограф, который оставил Александр Акадьевич в книге моего папы Германа Безносова, министра странных дел клуба под интегралом Его привезли Александра Акадьевича к папе в квартиру, когда он приехал в Академгородок прямо из аэропорта 12 марта 1968 года он написал Мария Волконская еще собирается, а я здесь, как будто всегда был здесь Нет, видать, я и вправду рожден для Сибири Спасибо вам всем Огромное спасибо, Галич Спасибо вам Спасибо Спасибо Ну вы знаете, конечно, после Новосибирска начались последствия Для Александра Акадьевича вышла статья разгромная Где его обвиняли в том, что В общем, его обвиняли И говорили, что такой-сякой Но Александр Акадьевич не опускал руки, он продолжал писать, писать дальше сценарии Писал он и фильм «Последний выстрел» с Яковом Сигелем И с Марком Донским приступил к съемках фильма о Шаляпине Было много чего, пока в 71-м, конечно, его и вызвали на ковер И не исключили изначально из союза писателей, а потом в дальнейшем и из союза кинематографистов Вот в тот цикл, в тот период Александр Акадьевич написал Написал, у него такой есть цикл «Серебряный бор» В «Серебряном бору» у въезда в дом отдыхов артистов театра Большого Стоит врытый в землю неуклюжий отесанный столб Малярной кистью на столбе нанесены деления с цифрами от единицы до семерки Кверху столба прилажен металлическое колесико, через которое пропущена довольно-таки толстая проволока С одной стороны проволока уходит в землю, а с другой к ней подвешена довольно-таки тяжелая гиря Александр Акадьевич спросил у сторожа местного «Скажите, а что это такое?» Слушай, ему поясни, а это вы понимаете, Александр Акадьевич, это говномер Пока вот гиря на двойке-тройке качается, это не беда, а вот до пятерки-шестерки дойдет, вот тогда беда Тогда нужно вызывать золотариков из Москвы Александр Акадьевич показалось это творение русского умельца не только полезным, но и весьма поучительным И он решил сочинить маленький философский этюд, который назвал эпически скромно пейзаж Все было пасмурно и серо, и лес стоял, как неживой И только гиря-говномера слегка качало головой Не все напрасно в этом мире, покуда грош ему цена Не все напрасно в этом мире, покуда существуют гири И виден уровень говна Никак нельзя пройти мимо важнейшего события в жизни Александра Акадьевича Речь идет о его знаменитой пьесе со знаменитой судьбой Пьеса называется «Матросская тишина» Совсем недавно я узнал, к своему удивлению, я эту пьесу и читал, и видел ее воплощение Но я не знал, что она была задумана аж в 46-м году Написал он ее еще не всю, а написал в 56-м году И были большие планы его воплощения И именно в театре «Современник» Олег Ефремов несколько раз бился о пороге тогдашнего министра культуры Фурцевой Но каждый раз получал отказ и только уже во времена перестройки она была поставлена В этой пьесе было занято очень много известных нам артистов и любимых Это и Евстигнеев, который играл Шварц, и Игорь Кваша, который играл Давида И Галина Волчек Но, к сожалению, увы, пьеса не была допущена к постановке в «Современники» И «Современники» не открылся, к сожалению Но в театре Табакова идет постановка «Матросская тишина», которую вы можете посмотреть по пьесе Александра Ракадьевича А в дальнейшем, когда вот началось все это после Новосибирска, когда начались все исключения Он и задумал написать генеральную репетицию, в которой он, собственно говоря, и высказал очень многое Многое о своей жизни, о своей судьбе, о том, как эта пьеса была не принята И о том, как он обивал пороги И заканчивается она, как мне кажется, гениальными словами Убить человека легко, похоронить человека легко Убить человека легко, похоронить сложно Вы знаете, мне хотелось бы вам прочитать отрывок из генеральной репетиции Прежде чем прочитать, хотелось бы сказать вам еще об открытом письме Которое Александр Ракадьевич написал в «Союз писателей» и «Союз кинематографистов» После того, как его, собственно говоря, исключили Вот что он написал В романе «Иметь и не иметь» умирающий Гарри Моргой говорит «Человек один ни черта не может И все-таки я думаю, что человек даже один Кое-что может, пока он жив Хотя бы продолжать свое дело Я жив, у меня отняты мои литературные права Но остались обязанности Сочинять свои песни и петь их С уважением, Александр Галич Фрагмент из генеральной репетиции Сегодня я собираюсь в дорогу В дальнюю дорогу, трудную Извечно и изначально горестную дорогу Изгнания Я уезжаю из Советского Союза Но не из России Как бы напыщенно ни звучали эти слова И даже пускай в разные годы Многие повторяли их до меня Но моя Россия Остается со мной У моей России Выворочены негритянские губы Синие ногти и курчавые волосы И от этой России Меня отлучить нельзя Никакая сила Не может заставить меня С нею расстаться Ибо Родина для меня Это не географическое понятие Родина для меня Это и старая казачья колыбельная песня Которую мне пела моя еврейская мама Это прекрасные лица Русских женщин Это их руки Руки неведущей усталости Руки хирургов И подсобных работниц Это запахи хвой Дыма Воды Снега Это бессмертные слова Редеет облаков Летучая гряда Звезда вечерняя Печальная звезда Твой луч о серебре Уснувшие долины И дремлющий залив Из спящих гор вершины И нельзя Нельзя отлучить Меня от России У которой угрюмое Мальчишеское лицо И прекрасные Печальные Нежные глаза Говорят, что предки Этого мальчика Были выходцами Из Шотландии А сейчас Сейчас он лежит Убитый И накрытый Шинелькой У самого горы У подножия Машук И неистовая гроза Раскатывается Над ним И до самых своих Последних дней Я буду слышать Его внезапный Уже смертный Уже оттуда вздох Кто Где Когда Может Лишить меня Этой России И быть не может Искала И находила Спасение В вере Меня Русского поэта Пятым пунктом Отлучить От этой России Нельзя Я АПЛОДИСМЕНТОМ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТОМ Вот и Гончена Песня Вот и Смолкли Трещотки Вот и Скорчено Небо В переплете Решетки И державе Своей Подвагонную Тряску Сочиняет Король Угомонную Сказу Итак Начнем Благословясь В своем дворце Неряха Князь Развел везде Такую Грязь Что был И сам Не рад И вот Однажды Очень рассердясь Призвал он Маляра А не пора ли Молвил князь Закрасить Краской Эту грязь Маляр Сказал Пора И Стала Грязно Белой Грязь И Стала Грязно Синей Грязь И Стала Грязно Желтой Грязь А потому Что Грязь Есть Грязь В какой-то Цвет Ее Не Крась Грязь Грязь Голосом Надь Не Попад Говорит До свидания Варшава И тогда Как стучат Колотушкой По шпалам Застучали Сердца Колотушкой По шпалам Загудели Сердца Мы Вернемся Варшаву Мы Вернемся 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 Варшаву По вагонам Подобно Лесному Пожару Из вагона Вагон От состава К составу Как присяга Гремит Мы Вернемся Варшаву Мы Вернемся 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 Варшаву Пусть Мы Дым И Стаем Над Адовым Пеклом Пусть Тела Превратятся В горючую Лаву Но Дождем Но Дровой Но Ветром Но Пеплом Мы Вернемся 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 Варшаву А мне Это А мне Что Делать И так Мое сердце В клочьях Я в том же Трясусь В вагоне И в том же Горю В пожаре Из года 2020 Я Вам Влечу Пан Корчик Не Возвращайтесь Вам Будет Страшно В Этой Варшаве 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 Не Не Ваша Пан Корчик Не Возвращайтесь Вам Нечего Делать В этой Варшаве Поясничают Гомункусы Геройские Рожи Корчат Рвется К нечистой Власти Ора Варечистой Швали Не Возвращайтесь Варшаву Я Очень Прошу Вас Пан Корчат Вы Будете Чужеземцем Вашей Родной Варшаве А по вечерам Все так же Играет Музыка 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 Как ни в чем Не бывало Сан-Луи-Блюз Ты во мне Как боль Как ожог Сан-Луи-Блюз Захлебывается Рожок На пластинках Моно И стерео Горячее Чем признание В любви Поет Мой рожок Про дерево Там На родине Сан-Луи А вы Сидите И слушайте Из меня Из меня Не сводите Глаз А платите Деньги И слушайте Из меня Из меня Не сводите Глаз Вы Жрете Пьете И слушайте Из меня Не сводите Глаз А поет Мой Рожок Про дерево На котором На котором Я взерну Круги Я не умею Молиться Прости Меня Господи Боже Я не умею Молиться Прости Меня И помоги Мне ведь все-таки Уже было Под пятьдесят Я уже все Видел Я уже был Благополучным Сценаристом Благополучным Драматургом И я понял Что я так Больше Не могу Что я Должен Наконец-то Заговорить В полный Голос Заговорить Правду Кончилось Это довольно Печально Потому что В общем В отличие От некоторых Моих Соотечественников Которые Считают Что я Уезжаю А я ведь В сущности Не уезжаю Меня Выгоняют Это нужно Абсолютно Точно Понимать Понимаете Добровольность Этого отъезда Она Она номинальна Она Фиктивная Добровольность По существу Вынужденная Но все Равно Это Земля На которой Я Родился Это Мир Который Я люблю Больше всего На свете Это Даже Посадский Слободской Мир Который Я ненавижу Лютой Ненавистью Но Который Все-таки Мой Мир Потому что С ним Я могу Разговаривать На одном Языке Это То небо Тот клочок Неба Большого Неба Который Накрывает Всю Землю Но Тот Клочок Который Мой Клочок И И Поэтому Единственная Моя Мечта Надежда Вера Счастье Удовлетворение В том Что Я Все Время Буду Возвращаться На эту Землю А уж Мертвым Не касаясь Земли По Февральскому Снегу По Елизаметному Следу К Теплу И Ночле И Встрогнув От Счастья На Птичий Твой Зов Глянусь Когда Я Вернусь Ох Когда Я Вернусь Послушай Послушай Не Смейся Когда Я Вернусь И Прямо С вокзала Разделавшись Круто С Таможней И Прямо С вокзалов Кромешный Ничтожный Раежный Ворвусь В этот Город Которым Казнюсь И Клянусь Когда Я Вернусь Ох Когда Я Вернусь Когда Я Вернусь Я Пойду В тот Единственный Дом Где С Куполом Синим Невластно Сотерничать Небо И Лада На Запах Как Запах Приютского Хлеба Ударит В меня И Заплещется В сердце Мое Ох Когда Я Вернусь Ох Когда Я Вернусь Когда Я Вернусь Засвистят Феврале Соловьи Тот Старый Мотив Тот Давнишний Забытый Забеды Я Упаду Побежденный Своею Победой И Ткнусь Головою Как В Пристань Колени Твои Когда Я Вернусь А Когда Я Вернусь Я Пристань Победой Спасибо вам. Минута внимания. Спасибо вам. Давайте вместе поздравим Павла Галича с днем рождения. У меня просто практически в один день с дедом, поэтому спасибо. Для меня сегодня важно, что сегодня мы отмечаем столетие со дня рождения Александра Галича. Ура! Спасибо.